Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Помогите перестать себя жалеть. Была семья 20 лет, во время старых родов мне удалили матку 28 лет по настоянию врачей, никому не сказала, чтобы не считали меня инвалидом. Очень трудно переживала и прошла этот путь сама. Через 20 лет муча рожает на стороне ребенка и уходит к этой женщине. А я разбита. Ведь я не могу родить ребенка новому мужу, как сделала любовница моего мужа. Имея двоих детей от разных мужчин, его третью девочку моему подарила. Я смотрю в зеркало, все хорошо, я неплохо выгляжу для своих почти 45 лет. Сын 21 год, дочка 15, а потом начинаю себя жалеть. Я же никогда такой не была и завидовать счастливым семьям стала. Вот у мужа с нынешней женой все в шоколаде, живет в доме, что построили мы. И умница, и красавица. Молодая жена, хотя тоже моего 78-го года рождения. Ну, лично для меня, ваше жаление, здесь выглядит как вполне такая естественная история для человека, который, судя по всему, скрывал от себя, от других наличие чувств у него. То есть это именно то впечатление, К сожалению, это именно то впечатление, которое вы производите Впечатление, которое вы создаете. Впечатление, впечатление от того, что вы вспомнили о себе, впечатление, впечатление от того, что вы осознали, да, вы осознали, вы увидели. На мой взгляд, что у вас есть чувства, и эти чувства вполне реальны. В том числе, вам больно. Вам больно. От того же, что произошло. Вам больно, потому что, ну, условно говоря, и то, что с вами произошло 20 лет назад, и то, что произошло 20 лет назад, и то, что произошло, сейчас, это травма. И травма серьезная. Ну, достаточно. Вот. А вы, судя по всему, привыкли это проживать внутри себя. Чувства накопились, и в итоге, дают о себе знать. В том числе, таким вот способом, таким, в такой вот форме. И я бы, наверное, слукавил, если бы сказал, что это ненормально. Давайте мы с вами разберем более подробно то, что вы написали. Значит, первое, травма. В 28 лет страх того, что было, что вас посчитают инвалидом. Что здесь? Здесь, по сути, мы ведем речь о том, что вы боитесь быть слабой, неполноценной, ущербной, вот, вы боитесь этого. То есть, слабость. Некоторая такая ущербность. Это то, от чего вы бежите. Но, если слабость для человека нормальна, в принципе, вот, если слабость для человека, ну, более чем нормальна, то ущербность держится только в его воображении. Потому что ущербность – это то, что является предельно субъективным. Это ваши комплексы. Это ваша заниженная самооценка, некоторая неуверенность в себе, которую, в том числе, вы скрываете за счет какой-то вот такой, ну, поверхностной, скажем так, может быть, твердости, поверхностной такой вот уверенности в себе и так далее. Это вот такой момент. Ваши чувства, которые вы, судя по тому, что я могу видеть, ну, ваши чувства, которые вы проживали одна, вот, они остались. Они никуда не учились. Они находились с вами, вероятно, всегда и, собственно, ну, наличие вашего мужа рядом с вами помогало вам как-то вот показать себе, что все у вас хорошо, что вы, ну, что вы полноценны. Да? Ну, по сути. Дальше случилось. Случилось, значит, то, что случилось, грубо говоря. И это обрушило вашу самооценку. Потому что ее, она у вас всегда, вероятно, была такая вот достаточно, ну, неустойчивая, достаточно неустойчивая она у вас была, вот. Судя по тому, что я могу видеть, да, и судя по тому, что вы пишете, вот. То есть тут вот такой, такой момент, как мне, ну, как мне видеть. Так что нужно это корректировать. Ну, на мой взгляд, скромный. Дальше. Что вы пишете дальше? Через 20 лет мой муж рожает на стороне ребенка и уходит к той женщине, а я разбито, ведь я не могу родить ребенка новому мужу. У меня тут вопрос. Остались ли у вас сейчас ресурсы и навыки, чтобы выстраивать отношения, ну, вот, с мужчинами, например? А не включая в себя предмет ребенка. То есть почему вы думаете, что вашему новому мужу будет важно родить вы ему ребенка или нет? Вы сводите все к ребенку, вы сводите свою ценность как женщине к ребенку. Это связано с тем, что еще до операции или после операции вы обходили, что называется, от личностного взаимодействия, значит, со своим мужем, вот, скорее всего. То есть проблематика здесь, на мой взгляд, вот такая, ну, такого рода, такого плана. Это помимо, это помимо того, у вас есть трудности с самооценкой. Но вы действительно разбиты, потому что вы взаимодействие с мужчиной, получается, сейчас сводите к рождению ребенка. Ну, скажем так, к факту рождения ребенка. Конечно, конечно, вы разбиты. Вот. И, естественно, вы разбиты. Потому что этот-то путь для вас не то чтобы доступен сейчас. Я молчу в какой-то степени о том, что всегда есть варианты, ну, завести ребенка. А если так хочется, всегда есть варианты, при желании. Вот. Вопрос только в том, устраивают ли они вас или вам нужно именно родить. И вот тут очень важно, если важен именно свой ребенок. именно чтобы вы, например, родили мужа, или чтобы, или мужу важно, чтобы ему именно родили ребенка. Вот. Что это за вектор поведения такой? Что это за ценность такая? Да? Вот. Важен ли здесь человек, личность? Вот. Ну, в таком, ну, в таком, в таком случае ключе. Вот. Вопрос? Вопрос. Вопрос. Почему вы скучаете? Вот. То есть, что причиняет вам, ну, боль, болезнь, да? Понимаете, понимаете, какая штука, какая штука, вот. Можете ли вы это определить, можете ли вы это определить? Такая вот история. Далее вы пишите, что, значит, стали завидовать. Стали завидовать. Это вопрос вашей реализации. Вот вы завидуете другим, потому что чувствуете нереализованность. Свою. Вот. Ну и, собственно, попробуйте подтвердить, что, значит, вы это опровергнуть. Или опровергнуть. Момент. Связан это в следующем. Вы для семьи живете? Ну, или жили? Для семьи вы жили? Как вам кажется? То есть, кроме того, что вы мама, уже мама состоявшаяся, реализовавшаяся. У вас есть еще точки? Ну, какие-то точки приложения, себя, своей личности, своей энергии, скажем так. Вот. Вопрос. 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 В этих направлениях и нужно двигаться. Вопрос. 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 от себя жалеете, у этого есть выгода, вот, ну не понятно, что это за выгода, что это за выгода, какую выгоду вы получаете от того, что вы себя жалеете, вот, получаете ли вы выгоду, тоже момент, и вот, после раскрытия этих всех аспектов, я думаю, можно уже будет вам говорить о том, что жалеть себя просто будет некогда, ну, просто некогда будет себя жалеть вам, понимаете, вот как-то так, я думаю, я сочувствую вам, я сочувствую тому, что с вами произошло, правда, сочувствую, очень, но двигаться нужно дальше, и здесь задача не в том, чтобы перестать себя жалеть, вот, а в том, чтобы дать себе, чтоб, что-то, дать себе что-то новое, в этом, также может помочь психолог, я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, буду благодарен за обратную связь, по-моему, ответу это позволит вам начать на собой работу, всего вам самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok